Если достиг того, что порода уже сдеформирована, и она обратно не может вернуться, то тогда, действительно, мы говорим, что образуется трещина. Если порода еще находится, она может пока что вмяться, она еще в пластичном состоянии, как вот, например, формирование складчивости, то мы вот с этими вещами больше как-то это связываем. Хотя нужно на это, да, внимание больше уберять. То есть разобраться именно в тот момент, когда начинается открытие микротрещин. Да, потому что, как еще раз сошлись на наш опыт, мы перерассматривали месторождение, проводили аналогию с добычей, выяснилось, что самые продуктивные скважины были расположены в центре вот этих зон, таких структур напряженных зон. Ей удалось когда очень интересную корреляцию, ведь, кстати говоря, я бы добавил вашу матрицу, еще, понятно, у нас Баженовская света, еще нет эксплуатации, но все-таки увязка с данными разработчиками. У нас есть предположение, что это может обеспечить механизм высокой помощи. Спасибо. Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть номер, напомню. Вопрос такой. А вот вы так показывали исследования на первом, а после поделиться информацией, где проводили и какие же эксперименты на это проводились? То есть, какие обороты были часто? Хорошо. У нас начиналось с того, что у нас, действительно, была, своего рода, эволюция таких исследований. Мы начинали с того, что сначала мы отбирали цилиндры, выпиливали цилиндры из самого керна. Мы выпиливали из Баженовских света, из Пожо-Тюнянской, из Забаварских света, брали и отдавали на ее лаборатории в России здесь. Не знаю, насколько актуально озвучить эти лаборатории. Актуально. Но мы, в основном, всю работу вели через ТНЦ. То есть, у нас ТНЦ, она организовывала все эти работы. Она взаимодействовала с рядом тоже лабораторией в Мельско-Молочном центре. К тому, что мы эти цилиндры делали что? Мы сразу же поставили задачу, чтобы мы нашли лаборатории, которые могут создать трехосевую нагрузку. То есть, трехосевую нагрузку мы буквально прессом приводили их в пластовое давление, создавали эффективное давление, разрушали их, вплоть до того, что получали модуль юга и эфициент плосона. Также мы делали большой акцент на получение предела на растяжение, на сжатие, из чего мы рассчитывали индекс крупкости, который потом в процессе до сих пор вязкой корреляции идёт между модулью юга, плосона и индексом крупкости. Также перспективное направление мы отвели к тому, что под полноценный керн, мы отправляли в лабораторию, в городе Ленинградский институт, где мы полноразмерные образцы керна разрушали тоже большим тестом термомолических условий, для того, чтобы посмотреть уже более массиве данных. Всё это было связано в реальном времени с акустическими исследованиями. В перспективе мы сейчас сдвижемся, то что у программы есть уже работы на кубиках, не просто на цилиндрах, на кубиках, а насыпные модели. И работаем ещё много уже даже с неэкстрагируемым термом, чтобы наиболее бесспособным условиям проводить экстремацию. Окей, я думаю, что мы с вами сделаем презентацию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.